МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памятник горит. Сгорел дотла. Сердце обливается кровью. Эксперты устанавливают обстоятельства ЧП в Заянске, где сгорел памятник воину-освободителю. Как устанавливали монумент и почему многие восприняли случившееся как личную трагедию. Утро у дорожников начинается с кофе. Классно. Идешь по улице, кофе пахнет. Аромат такой свежий. Гуща против гололеда. В Альметьевске нашли новое применение к кофейному осадку. Что покажет эксперимент? Это не соль, не какой-то бешофит, который потом будет вредить природе. Расслабляться не стоит. Чего ждать от паводка в 2021 году? Здесь у нас организуется круглосуточное дежурство во время паводка. Эксперты надеются, что уровень воды будет на уровне среднегодовых значений. И что будем делать в этой ситуации? Какие механизмы? Экстральные меры так принимать. Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Рената Саидгараева. Начнем с происшествия, о котором сегодня говорят по всей республике и рассказывают федеральные каналы. В Заинске сгорел памятник воину-освободителю. Детали случившегося изучают эксперты. Заведено уголовное дело. По имеющейся информации, поджог устроили подростки. А многие местные жители восприняли случившееся как личную трагедию. Из Заинска материал Елены Мавриной. Поехала в магазин, а тут памятник горит. Новость о том, что горит памятник воину-освободителю, сколыхнула Заинск вечером 16 марта. Видео практически сразу помчалось по соцсетям. И стало пусть трагичной, но главной новостью на ближайшее время. Сообщение о пожаре на пульт пожарной охраны поступило 18.39 от очевидцев. На место происшествия, на бульвар Победы, прибыли пожарные пожарной части номер 41, полиция, сотрудники газовой службы, прокуратуры. Огонь был потушен, но памятник высотой 6 метров сгорел полностью в считанные минуты. Памятник воину-освободителю установили 5 мая 2020 года, накануне Дня Победы. Он появился вместо старого сооружения, которое простояло на бульваре Победы не один десяток лет и требовало основательного ремонта. Памятник на постамент установили 5 мая. И Заинск встретил 75-летний юбилей Победы уже с обновленным монументом, который стал для ветеранов в условиях пандемийных ограничений настоящим подарком. На утро 17 марта появилось видео с камер наблюдения, где видно, что происходит у вечного огня. На кадрах видеозаписи видно, что группа лиц у вечного огня неоднократно подходит к постаменту и происходит возгорание. Люди разбегаются, пламя вспыхивает почти мгновенно. МВД Татарстана занимается поиском всех, кто присутствует на видеозаписи. Предварительной причиной возгорания стал поджог. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление личности детей. Ответственность предусмотрена в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 1 до 5 лет, обязательными работами на срок до 480 часов, либо приводительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Власти района также дали комментарий по случившемуся. Прорабатываем вопросы с подрядной организацией, которая устанавливает этот памятник. Они на контакт идут. Какие документы необходимы по запросу, они тоже, естественно, предоставят. В ближайшее время у нас будет и заключение, и решение. Сейчас у всех много вопросов. Почему так случилось? Почему сгорел? И кто посмел? Во всем разберется следствие. Но для большинства это не самое главное. Это удар. Это удар. Удар. Люди воевали, считай. Какой памятник мне для них поставили, хороший. И нас сположди. Я даже вчера ревела, ночью даже не спала. Жалко. Кто с памятником солдатами сделал? Прям сердце обливается кровью. Вчера увидали. Это что такое? Я как будто потерял самого близкого, дорогого человека. Горе. Я больше ничего не скажу. Если кто-то руку приложил, закон, между прочим, принять. Такие самые жесточайшие меры. Как так дети подожгли? Как они вообще додумались до этого? Сегодня к этому месту с утра приходят люди. И пожилые, и молодые. И приходят сюда не посмотреть на место пожара. Сегодня для каждого заемца очень особенный день. Можно сказать с сухими фактами. Сгорел памятник, жертвы пострадавших нет. Но здесь совсем другое. Для каждого жителя это личная трагедия. Елена Маврина, Денис Ипатов. Новости Юго-Востока. Пожар этой ночью был и в Бугульме. Есть погибший. Горела квартира в жилом доме на улице Гафиатулина. Это произошло около полуночи. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание площадью 1 квадратный метр. И на сгоревшем диване нашли тело погибшего 61-летнего мужчины. Эти кадры сняты нашими коллегами из Бугульмы. Соседи погибшего сообщили журналистам, что мужчина, бывший военный, работал в строительной компании, выпивал, ввел закрытый образ жизни, жил один. Газ и отопление в квартире были отключены за неуплату. Причем многие соседи сказали, что не знали, что ночью в доме был пожар. Сейчас дознаватели устанавливают причину трагедии. Предварительная версия – неосторожность при курении. Смертельный пожар случился во вторник и в Альметьевском районе. Горел жилой дом в селе Урсалабаш по улице Ахмадулина. Огонь охватил строение в начале 9-го часа вечера. Погиб 68-летний мужчина. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Специалисты выясняют его причины. К теме происшествий еще вернемся. Пока о других новостях. В Альметьевске нашли новое применение отработанному кофе из местных кофеин. Теперь гуща будет использоваться на дорожках парка в борьбе со льдом. Раньше же мы их просто выбрасывали. Эксперты говорят, что этот метод экологичен. Кофе не повреждает обувь и не наносит вреда природе. А практика широко применяется в Европе. По сторонам смотрю, там не то кофе. Пахнет прямо приятно. Жители недоумевают, откуда в парке стоит необычный аромат. Но присмотревшись, понимает его источник кофейный жмых, которым дорожники и экологи решили заменить химические реагенты. При нагреве кофе, в принципе, под ним лед тает. И, во-вторых, это не соль, не какой-то бешофит, который потом будет вредить природе. А здесь она органический продукт. Это все уходит в землю. И ее не нужно весной собирать. Ее можно просто подмести в сторону газона, и все, проблем никаких не будет. Это и экологически, и экономически выгодно. Утро дорожников тоже начинается с кофе. Кофе работники ГУАТ посыпают дороги прямо из ведер. Всего на этот парк уйдет 50 килограммов кофейного осадка. Достали его бесплатно. Им поделились рестораны и кофейные автозаправок. Мы пока используем материал, тот, который можем собрать. Поэтому, как и сказал, экспериментальные моменты все. Сколько соберем, столько посыпаем. А дальнейшее в течение сезона подсчитаем, сколько нам надо, и какое количество будет собираться, чтобы понять, сколько нам на сезон нужно. Такую идею представители исполкома подсмотрели у европейцев. Обработают дороги пока что только в парках и скверах. Ну, классно. Идешь и по улице прям кофем пахнет. Ну, аромат такой свежий. Ну, надо попробовать, походить. Если поможет, не скользко будет, это очень хорошо. Вот ходим же с палочками. Если эксперимент пройдет успешно, то кофе будут использовать для обработки дорог и следующей зимой. Рината Саидгораева, Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Не повторится ли в Альметьевске история 9-летней давности? Ждать ли весной подтопление или все обойдется? Ответить на эти вопросы пока может только погода. Специалисты уверяют, что пока беспокоиться не о чем. Впрочем, локальных подтоплений не избежать. В особенности, говорят эксперты, расслабляться не стоит жителям частного сектора, чьи дома расположены на берегу Степного Зая. В эти дни специальная комиссия проверяет исправность гидротехнических сооружений. Одна из самых масштабных – Карабашская ГТС. Тимур Туманов продолжит тему. Здесь у нас диспетчерский пункт. Здесь у нас организуется круглосуточное дежурство во время паводка. Ну и, в принципе, вот все Карабашские гидротехнические сооружения. А еще штольни, шандеры, дренажная призма и другие механизмы, названия и назначения которых неподготовленному человеку мало что скажут. Большинство их видно только на схеме. Но цифры впечатляют, и их, в принципе, трудно представить. Что такое 48,5 миллионов кубометров воды? Увидели и почувствовали на себе альметьевцы это в 2012 году, во время весеннего паводка. Он начался из-за резкого потепления. Как говорят спасатели, перепад температуры доходил до 40 градусов. С минус 20 ночью до плюс 20 днем. В прошлом году горожан погода баловала, снега почти не было и температура сильно не опускалась. Специалисты успокаивают, пока все идет гладко, а все элементы гидротехнического сооружения готовы к работе. На сегодня мы можем принять талую воду в объеме 23,5 миллиона кубических метров воды. Все будет зависеть от погоды. Высота снега пока в два раза выше прошлогодней нормы. Но по сравнению с другими годами, прошлыми, ситуация аналогичная. То есть снега не сказать, что сильно больше. Но всем жителям сельской местности, всем владельцам частных домов в любом случае нужно готовиться к бурной весне. А в зоне риска, и это не меняется из года в год, Старый Альметьевск, Урсала и частично поселок Русский Ахташ. А частным домовладениям не ждать помощи от кого-то, а самим предпринимать в этом плане. Их не имущество, их не дома, и собственность надо сохранять. Я так думаю, они должны сами чистить и подготавливаться к весеннему половодию. Отдельное внимание глава района обращает на деятельность управляющих компаний. Несмотря на отсрочки, в некоторых дворах города все еще лежат снежные кучи. Если они этого не сделали, нужно от них срочно требовать, если у жителей такие проблемы, вопросы есть, нужно срочно обращаться к своей управляющей компании, требовать, они обязаны это сделать. Если они это не сделают, соответственно, к ним будут применены уже санкции соответствующие. Николай Маханько, пенсионер, на свою управляющую организацию не жалуется, но замечает, что снежные валы как лежали, так и лежат. Пока он откапывает свою машину, готовится к началу рыболовного сезона. Вот начали только, вчера начали, вон куча стоит. Начали и после обеда уехали. А здесь ни разу, но дворники работают хорошо. А вы не боитесь, что если вдруг все растает, вода попадет в подвалы куда-то, в подъезды? Да, вот это, поэтому мы боимся, что вода может попасть у нас в подвалы. Поэтому надо убирать снег. Специалисты МЧС, ссылаясь на синоптиков, строят оптимистичные прогнозы. Погода пока благоволит всем. Днем тепло и солнечно, ночью температура опускается. Значит, что снег будет таять постепенно. Но зима была снежная, и локальных потоплений в этом году избежать не удастся. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Если вы стали очевидцем интересного события, или у вас есть вопрос, свяжитесь с нами. Городской телефон Вальметьевский, 32 18 88, код города 8553. По номеру мы принимаем обращение со всех районов Юго-Востока. Мы есть во всех социальных сетях. Телефон WhatsApp на экране. А если отсканируете QR-код с ваших экранов, то попадете на наш сайт. Мы продолжаем. Смотрите во второй части выпуска. Смертельный удар. 50-летняя женщина убила свою сестру. Суд вынес приговор. В Чувашском Сиренькино отмечали Саварни. Что это за праздник, и почему жители уверены, что теперь весна точно придет. В Татарстане 48 новых случаев заражения COVID-19. 17 человек лечатся в больницах, 31 дома. На юго-востоке республики зарегистрировано 10 новых случаев инфицирования. Лидирует по количеству зараженных Казань. Там заболели 18 человек. За ней идут Камско-Устинский район, 7 заболевших. 50-летняя женщина отправится в колонию за убийство сестры. Приговор ей вынесли Ниногорский суд. Подсудимая уже ранее отбывала срок. Надолго ли на этот раз придется проститься со свободой, что повлияло на решение суда, знает Семен Егоров. Суд установил, что в декабре 2020 года подсудимая и ее сестра выпивали вместе. Сестра подсудимой сказала в ее адрес оскорбление. Подсудимая ответила сестре ударом ножом, которым она нарезала продукты. Реализуя свой преступный умысел, подсудимая взяла кухонный нож и нанесла один удар в область живота своей сестре. В результате полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия. Подсудимая признала свою вину частично, утверждая, что не помнит нанесение удара. В судебном следствии им установлено, что сестры злоупотребляли алкогольными напитками, и их встречи нередко переходили в драки. Экспертиза, учитывая, что подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения, исключила состояние аффекта. Как она подошла, Идна Ислава удар на ножом не помнит. Помнит, как сестра захрипела и легла. Она сказала своему сожителю, что, кажется, она убила. Подсудимая признана виновной в совершении умышленного причинения смерти другому человеку. Суд назначил ей 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Семен Угоров, Новости Юго-Востока. Два человека пострадали в ДТП в Альметьевском районе. Один из них попал в реанимацию. Это случилось во вторник, в четвертом часу дня на автодороге Альметьевска-Муслюмова. Там столкнулись грузовой автофургон и УАЗ. По предварительной версии ГИБДД, водитель фургона, находясь на второстепенной дороге, на прикрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущества и врезался в УАЗ. Тот ехал по главной дороге. А в Бавлах расследуют обстоятельства аварии, где пострадал ребенок. Это произошло в воскресенье около 6 часов вечера. Детали знает Айгуль Хусаинова. Именно на этом участке дороги в минувшие выходные произошла авария с участием несовершеннолетнего ребенка. Ребенок перешел дорогу всего в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода. Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в Инстаграме отделения ГИБДД по Бавлинскому району на следующий день после аварии. Водитель отечественного автомобиля двигался в сторону Оренбурга. В этот момент и произошло столкновение с ребенком. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход госпитализирован в районную центральную больницу. По данному факту возбуждено дело административного правонарушения, проводится административное расследование. Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения всем участникам дорожного движения. По словам мамы-школьницы, ребенок на данный момент находится в больнице города Ринногорск. Со следующей недели начинаются школьные каникулы. Детям нужно быть предельно осторожными на дорогах. Несмотря на то, что на этом участке недавно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, бавлинцы продолжают переходить дорогу в неположенном месте. Айгур Хусейн, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. На грамотность проверили сотрудников жилищной инспекции. В муниципальных районах Татарстана проходят акции, посвященные Году родных языков и народного единства. Их проводят и в государственных учреждениях. В одном из таких прошел диктант по татарскому языку. Книга Венеры Касымовой «Элля Йозмышем, Элля Йолгышем» – отрывок из романа. Этот отрывок для диктанта на 300 слов выбрала Лилия Бекчентаева, начальник жилищной инспекции. Она уверена, что сотрудница с заданием справится. Главное, чтобы люди знали татарский язык, не забывали. Время от времени это нужно. Сотрудниц жилищной инспекции в Альметьевске не так много. Их всего шесть. Все они свободно владеют татарским языком. Говорят, что в работе он необходим. Мы очень часто на татарском языке говорим, потому что к нам обращаются татарские бабушки и дедушки. Мы им все объясняем, принимаем их заявление. Они говорят, что в организациях города очень мало специалистов, которые говорят на татарском языке. И поэтому они нас благодарят. Диктант длился около получаса. Проверять работы сотрудниц Лилия Бекчентаева будет в течение дня. Для меня этот диктант был, не сказать, простым. Он очень увлекательный, интересный, полезный, считаю я. Диктант – не последнее событие в жилищной инспекции, посвященное Году родных языков. В апреле у них пройдет конкурс рисунков по мотивам сказок Абдуллы Тукая. А в ноябре – конкурс чтецов. В Альметьевском районе провожали зиму. Жители Чувашского Сиренкина собрались на площади, чтобы встретить весну. В селе отметили народный праздник Саварнии, аналог славянской масленицы. Насыщенные развлекательные программы были народные игры и забавы. Гости бросали валенок на дальность, притягивали канат на скорость, распиливали бревно. А возле горячего чучела водили хороводы. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Есть мы во всех популярных соцсетях. А для получения оперативной информации подпишитесь на наш телеграм-канал. На этом все. До новых встреч. Будьте в курсе событий вместе с ЮТ-24. Редактор субтитров А.Семкин